Всем привет, это Дирижер. Хочу показать вам свою малобюджетную гидрофонную установку периодического залива. Затопление на 4 места. Установка очень компактная. Смотрите, она сейчас стоит на обыкновенной кухонной табуретке. Сейчас с открытой крышки, чтобы подробнее рассказать, из чего она состоит. Баком для питающего раствора у нас является обыкновенное пластиковое пищевое ведро на 18 литров в данном случае. Посадочные места сделаны из пластиковых бутылок. Питающий трубопровод спрятан под крышку и состоит из металлопластиковых пластиковых труб и фитингов половинного диаметра, полдюйма. Всего понадобилось 2 колена и 6 вот таких вот тройников. В эти тройники подключены посадочные места горшки. Раствор подается вот этим прозрачным шлангом с помощью маломощной помпы Атман. Так как помпа погружная, нужно постоянно контролировать уровень. Поэтому еще предусмотрим поплавок. Видите, вот он проходит через трубку слива. В красном отмечена критическая зона, то есть когда он почти-почти уже сухой. В общем так, принцип действия какой? Включается помпа, нагнетает воду и заполняет все посадочные места равномерно до уровня, который определяется вот этой вот трубкой. И в медочных местах подробнее, как я уже сказал, это обыкновенные пластиковые бутылки, включены тройники, как включены. Вот я использовал такую вот минералку с спортивной крышкой. Вот этот колпачок сверху просто берем, снимаем. Мне кажется, оказалось, что этот колпачок просто идеально и плотно входит в этот фитинг половинного диаметра. Довольно плотно здесь сидит. Что, соберем ее. Посмотрим, как она работает. Снимаем назад крышку. Механический таймер дискретностью 15 минут. Тут хотелось бы, конечно, и поменьше, но для этого нужно будет покупать цифровой. В общем, смотрим, помпа включена. Уровень поднимается. Ну вот, уровень достиг перелива. Вы видите, каждая емкость равномерно наполнена водой. Можно заглянуть сюда, в трубку, посмотреть. Не очень сильно, наверное, видно, как вода перетекает здесь. Вот, когда период полива оканчивается, таймер выключается. Мы его сейчас сами просто выключим. И уровень начнет медленно, ну, довольно быстро падать вниз. И полностью стаканочки будут пустые. Планируется их заполнить керамзитом. Не использовать никакие больше посадочные вершки. Хотя, можно в любом цветочном магазине за буквально копейки, 80 копеек, купить такие пластиковые, терракотового цвета вершки для рассады. Они очень прекрасно сюда чётко становятся. Стоимость установки при учёте покупки полностью всех элементов, включая пластиковые трубы, фитинги, ведро, помпу и таймер, ставит около 200 гривен. В принципе, все эти пластиковые запчасти можно найти на гараже, в подвале, на чердаке, в кладовке. Когда останется купить только помпу и таймер, и вы вложитесь в сотку. Вот такая бюджетная установочка, в которой я собираюсь выращивать чили и перцы. Всем спасибо. Это был Дирижёр. До свидания. Всем удачи в конкурсе.